Твойнефтекамск.рф Новости города. Форум. Доска бесплатных объявлений Барахока. Пиши по-русски. Твойнефтекамск.рф Нефтекамские народные избранники подвели итоги своей четырехлетней деятельности. 22 февраля состоялась последняя сессия Совета Городского округа второго созыва. Основной частью повестки дня, состоявшей из 25 вопросов, были отчеты администрации и депутатских комиссий. Приподнятые настроения депутатов заметили все собравшиеся. Народные избранники до начала сессии напоминали выпускников перед получением аттестата. Четыре года назад в этом же зале депутаты возлагали на себя полномочия представителей и защитников интересов горожан. И вот уже эти полномочия складывают. Первым на сессии об итогах работы администрации отчитался глава города Иллюз Гарифуллин. В своем докладе он отметил, что в целом темпы развития города положительные. В экономическом плане развитие городского округа характеризуется положительной динамики основных показателей, реализуются комплексные программы инвестиционные. Основные социально-экономические показатели представлены на слайде. Кратце хочется отметить следующее. Объем отгруженной продукции собственного производства составил 37 миллиардов рублей с темпом роста 125% и индексом промышленного производства 106%. Относительно стабильной осталась ситуация на рынке труда. За весь депутатский корпус слово держал председатель горсовета Дмитрий Крюков. Его доклад был по последнему году работы депутатов. За прошедший год проведено 13 заседаний совета городского округа, на которых рассмотрены и приняты 133 решения. Состоялось 15 заседаний президиума совета, на которых рассмотрен 171 вопрос. На 46 заседаниях постоянных комиссий принято 276 решений. Изданы 32 постановления и 68 распоряжений по организации деятельности совета. О работе нефтекамской полиции отрапортовал начальник УВД. Также прозвучали отчеты от отдела образования, комитета по делам молодежи и отдела опеки. Единое согласие в принятии решений было нарушено после доклада о порядке и условиях арендной платы за землю. Два депутата высказали свое несогласие с предлагаемыми условиями, на что докладчик, председатель Куса Борис Вахитов, отправил недовольных к федеральному законодательству. В строгом соответствии с земельным кодексом там прописан именно вот этот порядок. Мы его, к сожалению, изменить не можем в городском совете. В итоге 25 вопросов повестки дня последней сессии были приняты. Утвердили состав молодежного совета и новое штатное расписание управления гражданской защиты, а также отменили свое же решение о предоставлении льгот старшим по дому. Отчеты четырех постоянных комиссий горсовета, которые депутаты заслушали еще на президиуме, приняли списком, не тратя время на выступление докладчиков. Затем депутаты перешли от повестки дня к поздравлениям. Не обошлось и без традиционного общего фото на память. Второй созыв выпустился. В следующий раз на сессию горсовета соберется уже другой депутатский состав, который мы, нефтеканцы, выберем 4 марта. Полина Сюткина, Ренат Юмакаев. Информационная программа «Время новостей». КОНЕЦ